Когда я слышу эту удивительную мелодию, мое сердце начинает туча щурнобиться. С этой чудесной еврейской песней я познакомился в своем раннем детстве «Майм Ибище Мэйделе», что означает «Моя еврейская девочка». Мой папа пел эту песню маме, а потом я, следуя его примерам, пел своим любимым девочкам, исполняет Джонни Грей. «Майм Ибище Мэйделе» «Майм Ибище Мэйделе» «Майм Ибище Мэйделе» «Майм Ибище Мэйделе». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Написал эту замечательную еврейскую песню американский еврейский композитор академической, эстрадной, театральной и литургической музыки. Шлому Секунда При рождении Шлоймы Абрамович Секунда Родился он 4 сентября 1894 года в Украине, в местечке Александрия, ныне Кировоградская область. Когда Шлому исполнилось 13 лет, в 1907 году его семья вынуждена была бежать от жесточайших погромов, происходивших на Украине в Соединенные Штаты Америки, и поселилась в Нью-Йорке. Именно здесь и расцвел его талант музыканта и композитора, где он вначале подрабатывал, а затем работал в еврейском театре на Второй авеню. В 1922 году он написал эту замечательную мелодию песни «Майн Идише Мейделе» на слова Аншеля Схора, и она стала шлягером буквально на следующий день в исполнении самого автора и сестер Эндрюс. Вот эти слова, но прежде я напомню, «Майн Идише Мейделе» в переводе это «Моя еврейская девочка». Майн Идише Мейделе, очарован тобой, Майн Идише Мейделе, мне не надо другой. Кудри златом сияют, жемчуг зубов сверкает, Лишь Аидеше Мейделе может так ослеплять. Мир велик, я не спорю, и красавец в нем море, но такой не найду я, смог я это понять. Песня стала настолько популярной, что ее включили в свой репертуар многие певцы, а вскоре она перешагнула Америку и стала пользоваться не меньшей славой и в Европе. В это время Америку и Европу буквально наводнила русская эмиграция, бежавшая от революции из России. Ностальгия по родине, и русская культура искала новые красивые мелодии для своих песен. Вскоре русских музыкантов привлекла эта красивая мелодия, и они создали новую аранжировку. Она зазвучала уже не в стиле красивого танго, а в стиле зажигательной русско-цыганской танцевальной музыки. Песня. 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 Москва. Златоглавая. Стала широко известна лишь в 1981 году. Благодаря советско-польского фильма «Крах операции террор». В фильме песню исполнила Елена Камбурова. Давайте послушаем фрагмент ее. Москва. Златоглавая. Звон колоколов. Царь и пушка державная. Аромат пирогов. Конфетки-бараночки. Словно лебеди-саночки. Эх, вы кони залетные, Слышно песнь с каблучка. Гимназистки румяные, От мороза чуть пьяные. Грациозно сбивают Рыхлый снег с каблучка. К песне кем-то были написаны стихи о златоглавой Москве. Стихи-ностальгия. Стихи-боль об утраченной родине. Она не имела никакого сюжета. Она представляла собой набор текстовых зарисовок, картинок, стилизованных подмосковские сценки, какими они вспоминали с русской эмиграцией. Когда песня перешагивает страны и ее поют на свой манер, на свои стихи, оставляя прежнюю мелодию, в этом ничего удивительного и плохого нет. Но вот когда чужую мелодию выдают на свою народную, позовыв намеренно описанном ее авторе, это называется плагиатом. Так она долгое время и была плагиатом. А как же сам автор песни Майн Идиши Мейделлы Шлома Секунда относился к этому плагиату? Честно говоря, неизвестно. Во всяком случае, я не нашел. Но нигде нет никаких юридических претензий, как утверждает интернет с его стороны. Некоторые предполагают, что он вообще относился очень спокойно к факту наживы на его произведениях. И как мудрый человек понимал, что борьба с акулами бизнеса будет стоить много сил, нервов и денег. Но уж лучше потратить это время на сочинение музыки, что он и сделал. Написал следующий популярный шедевр – еврейский шлягер. Это всем известная песня «Бамир без тушей». Повторю, что ее мелодию написал опять же Шлома Секунда на слова Джекоба Джекобса, он же Яков Якубович. В 1932 году для мюзикла на идише в переводе сидишь «Можно было бы жить, да не дают». Английское название было «I would if I could, если бы я мог». Мюзикл был поставлен в Нью-Йорке в Бруклинском Ролланд театре. Песню исполнял известный актер, еврейский и румынский певец Аарон Лебедев. На премьере зрители вызывали его на бис несколько раз. Послушаем. «Мюзикл» «Бамир без тушей» вскоре завоевала всю Америку. И вот однажды молодой музыкант Сэмми Кам услышал исполнение этой песни в Гарлеме в театре Аполло. Он был в восторге от нее и способствовал в дальнейшем заключению сделки братьев Кэмен на покупку права публикации этой песни. В результате сделки Шлома Секунда продал издателям права, как вы думаете, за сколько долларов? Вы не поверите. Всего за 30 долларов, на которых были сделаны миллионы. Эта песня звучала в исполнении различных певцов в различных форматах и в различных клипах. Некоторые из них мы сейчас посмотрим и послушаем. Прежде всего, это, конечно же, «Сестры Берри». А вот оригинальное исполнение «Сестрами Андерс». Продолжение следует... Или такое прощение. Эта песня звучит во всех ресторанах мира, на домашних достоинствах, под гитару и оркестр. Поются самые разные слова, но мелодия у них одна. Тексты на эту мелодию по версии интернета существуют на 80 языках мира. Но, к сожалению, авторы слов и музыки большинству неизвестны. В 1940 году родился основной и главный русский текстовой вариант. Он был написан учеником 9 класса 242 ленинградской школы Павлом Гандельманом, который впоследствии стал военным врачом, закончив военно-медицинскую академию, звание подполковника. Многие ее знают под названием «Кейптаунском порту». Вот как она звучит в исполнении Ларисы Тори. В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту, Жанетта поправляла так и лапш. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Идут сутуляться, вливаясь в улицы, и клеши новые ласкают вриз. В Советском Союзе эта песня начала свой путь под названием «Моя красавица» в исполнении Леонида Осиповича Утесова. Он же и придумал на этот мотив и слова этой песни. Однако я не нашел в его исполнении, но нашел в исполнении Аркадия Северного. Давайте послушаем. И поэтому мы сейчас исполним вам песню, которая была очень модна тогда, называется «Моя красавица». Красавица моя, красива, как свинья, но все же мне она милее всех. Танцует, как чурбан, поет, как барабан, но обеспечен ей всегда успех. Моя красавица мне очень нравится, походкой ровною, как у слона. Танцует, как чурбан, поет про шарабан, и вечно в божьку с пивом влюблена. Леонид Осипович Утесов придумывал на этот мотив и другие слова, как, например, «Старушка не спеша дорогу перешла», ее остановил милиционер. А в годы Великой Отечественной войны, в 42-43 годах, он на эту же мелодию исполняет с другим текстом «Барон фон дер Пшик». Барон фон дер Пшик, покушать русский шпик, давно собирался и мечтал. Любил он очень шик, стесняться не привык, заранее о подвигах кричал. Орал по радио, что в Сталинграде он, как на параде он, и ест он шпик. Что ест он и пьет, а шпик падает, под клюпою развесистой мужик. Такова судьба этой замечательной еврейской песни композитора Шлома Секунде. Умер он 13 июня 1974 года, чуть не дожил до своего 80-летия, в любимом им Нью-Йорке, в котором прожил всю свою жизнь. Похоронен он в Квинсе, Нью-Йорке, на кладбище Монте-Фиори. А на могильном надгробии Секунды написан «Певец Израиля». А его бессмертная песня «Бамир Бестушень» названа журналистами лучшей мелодией 20-го столетия. Бестушень, please let me explain. «Бамир Бестушень» means that you're grand. «Бамир Бестушень», again I'll explain. It means you're the fairest in the land. «Бамир Бестушень», «Бамир Бестушень». Продолжение следует...